Обучать моделингу с самого детства это безусловно правильно, потому что модель это не только иметь красивую осанку и уметь красиво ходить по подиуму, это огромный набор разных качеств. Моё детство было очень счастливое, я всегда была очень активным ребёнком и очень любила детей. Несмотря на то, что я была ещё сама маленькая, я всегда с особым трепетом относилась к маленьким детям, что, наверное, уже предопределяло то, чем я буду заниматься, когда вырасту. Да, так и вышло, что я повзрослела и стала наставником, и на данный момент у меня своя модельная школа, детская, подростковая и модельное агентство. То есть я даю билеты в жизнь не только в модную индустрию, но и на самом деле просто это необходимое качество, которое мы развиваем в детках, чтобы им было легче жить, чтобы они умели нести себя, чувствовать себя уверенно, потому что все какие-то деструктивные программы, они идут с детства. Тот же буллинг в школах, неуверенность в себе, неумение нести себя по жизни, и у нас огромная команда профессионалов, и мы все вместе делаем лучшие версии из каждого человека. Мода и буллинг в школе не связаны никак, если говорить о негативных аспектах, но если говорить о позитивной стороне, то модели — это ответственность. И многие детки уже известны в классе, например, на них равняются, на них смотрят, и тем самым у них есть возможность как-то положительно повлиять, и, как я говорю, мы заражаем любовью, потому что этот буллинг в основном основан на каких-то комплексах, что-то идет из семьи, вся эта неуверенность, но когда у тебя есть, нельзя, наверное, сказать, какая-то слава, но все же ты более узнаваем, чем другие, соответственно, ты можешь больше повлиять на окружение. И наши детки уже стараются менять, так сказать, атмосферу в классе, учат остальных быть более доброжелательными, не конкурировать, как раньше на соревнованиях, например, резали блатья на бальных танцах, то есть только ради того, чтобы выиграть или чтобы кому-то насолить. Мы делаем все наоборот, мы приучаем девочек уже с детства нести какой-то определенный свет, женскую такую позитивную энергию, и поэтому это на самом деле очень связано тесно, то есть когда ты занят, когда ты развиваешься уже с детства, у тебя есть возможность влиять на других людей. Например, это выражение, что если есть в комнате три миллионера, ты будешь четвертым, то есть наше окружение нас формирует. Именно поэтому мы с детства приучаем деток к определенным навыкам, определенному поведению, что, конечно, не всегда легко дается, но мы очень стараемся. Обучать моделингу с самого детства это, безусловно, правильно, потому что модель — это не только иметь красивую осанку и уметь красиво ходить по подиуму, это огромный набор разных качеств, начиная от этикета, умения коммуницировать, изучения разных языков, актерского мастерства, и поэтому это некий стереотип, что есть какое-то время, когда рано или когда поздно. Именно школа, она дает, как я уже и говорила прежде, огромное количество тех знаний, которые помогают ребенку в дальнейшем. Даже те же показы интернациональные — это опыт, в первую очередь, путешествия, ты видишь мир, у тебя меняется картинка перед глазами, ты понимаешь, и тебя вдохновляет то, что люди говорят на разных языках, и многие наши ученики хотят выучить больше языков, для того, чтобы им было проще общаться. То есть я вижу в моделинге только плюсы, если он правильно преподносится. Да, в эту сферу меня привела судьба, потому что я начала работать в издательстве, и когда я туда пришла, у нашего генерального директора возникла идея сделать большое интернациональное мероприятие, где участвовали модели с разных стран, много брендов, дизайнеров. На тот момент у меня еще не было опыта в этой сфере, но я точно знала, что я хочу заниматься модой. У меня очень хорошо получилось организовать это мероприятие. Я помню лица своих коллег, когда в Рундельский замок в эту царскую атмосферу вошло более ста детей, все были просто в шоке, и я была, наверное, единственная, которая смогла эту атмосферу как-то удержать. Потом родители начали спрашивать, а как можно к вам попасть. В тот момент я не понимала, о чем они говорят, потому что вы уже находитесь на мероприятии, и они почувствовали во мне вот этот потенциал, знания, которые я могу передавать, и на самом деле так это все и зародилось, потому что начали спрашивать, как можно к вам попасть, где вы принимаете, какие уроки у вас происходят. И я поняла, что мне уже мир сам начинает говорить о том, что мне нужно, наверное, еще более глубже уйти, не просто делать ивенты красивые, показы, а все-таки передавать все знания, которые во мне есть, которые есть у моей прекрасной команды, чтобы трансформировать, что-то нести, какое-то благо в этот мир. Я эти знания получала в течение всей своей жизни на своем собственном опыте. Я много лет занималась вокалом, я выступала на сцене, я танцевала, также я именно снималась в каких-то рекламах, но это было на любительском уровне, не на профессиональном. Но тем не менее, даже когда я делала постановку показов, у меня уже была такая хореографическая подготовка, я понимала, наверное, даже иногда лучше, чем некоторые модели, когда ты постановщик, как нужно себя нести, чтобы это смотрелось выгодно, чтобы этот бренд после был доволен тем, как ты пронес, например, одежду на подиуме. И когда я делала эти мероприятия, когда мне приезжали детки за границей, я видела, что они не готовы, они абсолютно не подготовлены, но они очень хотят, они этим горят, но кто-то смотрит вниз, кто-то начинает стесняться, у кого-то очень косолапит, например, походка, и, соответственно, я делала все эти репетиции, понимала, что есть такая способность даже за 10 минут найти правильные слова, дать правильные упражнения, чтобы ребенок очень быстро пришел вот в нужную форму. У меня это получалось очень хорошо, я потом впоследствии начала обучать своих же педагогов, и таким образом это все вот так вот нарастало, как снежный ком. В результате пришло к тому, что сейчас мы участвуем и в Рижской неделе моды, и мы очень часто путешествуем за границу, наши модели снимаются для разных брендов по всему миру. На самом деле модельный бизнес — это тяжелая индустрия, но не настолько, как часто это отображают СМИ. Именно поэтому я и занялась этой сферой, чтобы уже с детства приучать девочек по-другому расти, потому что те модели, которых показывают часто по телевизору, они приходили на шоу неподготовленные, топ-модель по-американски, топ-модель по-украински, то есть у них, у кого-то был опыт прежде, у кого-то нет, но они все между собой практически не умели коммуницировать, у них происходили ссоры, они воровали туфли перед подиумом, то есть атмосфера между ними была не настолько правильной, они просто не понимали, наверное, как нужно себя вести, либо просто это идет из семьи, из детства опять-таки. Поэтому я считаю, что одной обычной школы недостаточно. Должна быть еще школа, где обучают этикету, обучают коммуникации, прививают тренды не просто танцевать, разные танцы в ТикТоке, а прививают тренд как образование, как умение общаться. И это все должно идти с детства, потому что даже сейчас, когда мы общаемся уже с взрослыми девушками, с подругами, обсуждаем разные моменты из детства, какое-то определенное поведение, мы все понимаем, что если бы мы проходили такие школы в детстве, нам было бы намного легче, когда мы уже вырастаем. То есть, да, конечно, модельный бизнес сложный, но тем не менее это закаляет. Здесь не только про моделинг, а вообще в принципе про жизнь. В этой сфере до конца жизни, наверное, я не знаю, никто из нас не может сказать наперед, но я точно знаю, что этим я буду заниматься на протяжении своей жизни, потому что это моя душа. Я туда вложила очень много энергии и энергии любви на самом деле, потому что меня очень вдохновляет то, что я вижу, то, как меняются люди, меняются дети, то комьюнити, которое мы создаем. Дети начинают дружить между собой, семьи начинают дружить. И многие часто мне говорят, что после встречи со мной их жизнь поменялась на до и после. Они начали путешествовать, у них появился новый круг общения, новая какая-то энергия, поэтому меня это очень вдохновляет. И я уверена, что это будет одна из сфер, которой я точно буду заниматься долго. Насколько долго? Не знаю, но думаю, что долго. Я мечтаю о том, чтобы каждый человек нашел себя и научился слушать и слышать себя. Сейчас очень модно говорить о предназначении, каждый пытается его найти, каждый пытается понять, чем же ему на самом деле заниматься, но на самом-то деле все всегда на поверхности. Наше предназначение нас находит самостоятельно, так же, как это произошло со мной. Я никогда, наверное, не думала, что я буду заниматься именно детским модельным бизнесом, именно детскими показами, потому что, как правило, я очень много делала именно взрослых показов, но все сложилось именно так, как это должно быть. Поэтому если каждый человек будет занят собой, становлением лучшей версии себя, то мир будет другим. Не будет так много злости, не будет так много желчи, ненависти, потому что очень часто люди лезут в жизнь других людей вместо того, чтобы заниматься собой. И поэтому я говорю всем всегда, если вы начнете погружаться внутрь себя, начнете менять себя, у вас не останется время на то, чтобы заниматься кем-то другим, именно лезть в деструктивном смысле этого слова. Поэтому я мечтаю о том, чтобы каждый человек был наполнен, гармоничен и чтобы мир стал добрее. Я, безусловно, очень счастливый человек, потому что каждый мой день наполнен радостью, улыбкой, любовью. И даже если есть какие-то сложности, я прохожу их с легкостью, потому что я очень люблю то, чем я занимаюсь. И это самое главное, когда ты просыпаешься утром не с чувством разочарования и грусти от того, что вновь понедельник, и тебе вновь нужно идти на работу, а наоборот, ты просыпаешься, и ты радостно врываешься жить эту жизнь и делать то, что приносит благо тебе и другим людям.